Здравствуйте! Вы смотрите программу «Поговорите с доктором». Мы работаем в прямом эфире, и вы можете позвонить нам в студию прямо сейчас по телефону 200-2515, принять участие в нашей беседе. А речь сегодня у нас пойдет об очень серьезной проблеме и название, имя этой проблемы – ВИЧ. Гостем в нашей студии сегодня стал Роман Валерьевич Поликарпов, главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Управления здравоохранения Ростова-на-Дону, а также руководитель общественной организации «Молодые медики Дона». Здравствуйте, Роман Валерьевич! Добрый вечер! Рады видеть вас у нас в гостях. Роман Валерьевич, начнем беседу, как обычно, в том же ключе, как мы обычно пытаемся это сделать. Давайте объясним нашим телезрителям, что такое ВИЧ, хотя по большому счету, что такое ВИЧ известно многим. Каковы симптомы? И как проявляется это заболевание на начальном этапе? Заболевание ВИЧ-инфекция – это инфекционное заболевание, которое достаточно молодым принято считать у нас в обществе. И, в общем-то, первое, что хочется сказать, что сегодня это не смертельное заболевание. Сегодня из-за заряда смертельных ВИЧ-инфекция перешла в разряд хронических инфекций, благодаря тому, что есть лечение, которое позволяет сделать жизнь качественнее и дольше. Если говорить о том, что же такое ВИЧ и какие у него признаки есть, нет каких-то специфических признаков у этого заболевания. Как и любое другое инфекционное заболевание, может протекать с повышением температуры, с увеличением лимфоузлов и множество других признаков, которые не говорят, что это именно ВИЧ-инфекция. Нет. Мне кажется, что важно понимать, что же такое ВИЧ в принципе в природе. ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека. Биологию, наверное, многие наши зрители в школе учили и понимают, что вирус – это такая форма жизни. Есть бактерии, есть животные, в конце концов. Так вот, это вирус. Вирус, который поражает иммунную систему. Иммунная система состоит у нас из клеток и определенных органов. Есть такие клетки в иммунной системе, называемые их врачи CD4-лимфоциты, благодаря тому, что на их поверхности есть такие рецепторы CD4. И вот эти лимфоциты не отвечают за иммунитет. И вирус поражает эти клетки. Когда он их поражает, он их использует для того, чтобы размножаться. Размножаясь, он истощает эти клетки, они погибают. И таким образом иммунная система истощается, и это состояние называют иммунодефицитом. Но и человека, да, вирус иммунодефицита человека, потому что этот вирус поражает именно людей. Ни кошек, ни насекомых, ни собак. Кстати, у кошек есть свой вирус иммунодефицита кошек, но это другой вирус, другой организм. Вот ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. Есть второе слово – СПИД. Очень часто мы слышим ВИЧ, СПИД. Чем отличается? Да, но исторически сложилось так, что когда обнаружили вот это заболевание, видели проявление СПИДа – синдром приобретённого иммунодефицита. Но с чем это связано, не знали. Поэтому закрепилось такое название – СПИД. Когда позже уже открыли возбудитель вирус, установили, да, но исторически слово-то прижило – СПИД. И вот, к сожалению, в 90-е годы был раздут вот большой такой шум вокруг этой проблемы. Были различные слоганы, которые вызывали такую вот стигматизацию вокруг этой проблемы в отношении людей, живущих с ВИЧ. И многие вещи, которые мы сегодня имеем в виде проблем, проблемы, да, вот связанная с ВИЧ, социальные в первую очередь, это как раз-таки последствия вот такого вот раздутого, раздутой истории со смертельным заболеванием, опасным, что им заражают столько определённых группы населения. Нет. Сегодня ВИЧ-инфекция заразиться может любой человек. Сегодня люди, живущие с ВИЧ, это среди них есть и врачи, и чиновники, и учителя, и бизнесмены, и студенты, и школьники, и дети, и взрослые. Да, основной движущей силой ВИЧ-инфекции по-прежнему являются люди, употребляющие наркотики, инъекционные наркотики. Люди, преимущественно женщины, да, оказывающие сексуальные услуги за плату. Это мужчины, практикующие сексуальный контакт с мужчинами. Но тем не менее, сегодня мы видим, что заражаются социально благополучные населения и в основном, конечно, половым путём. ВИЧ-инфекция передаётся тремя путями. Это половой путь при незащищённых половых контактах без использования презерватива. И, конечно, в целом для населения это наиболее опасный путь передачи. Это при внутривенном употреблении наркотиков через кровь. В принципе, любой контакт с кровью, когда она попадает в кровоток другого человека, это инфекционно опасный контакт, потому что есть ещё не только ВИЧ, но и другие инфекции, вирусные гепатиты, В и С и так далее, чем можно заразиться. Ну и третий путь передачи – это от матери к ребёнку, если женщина не получает специальную профилактику во время беременности. Но сразу хочу оговориться, что сегодня, в принципе, женщина с ВИЧ-инфекцией может родить здорового ребёнка. Не в принципе может, а в принципе рожают, если следует всем рекомендациям врачей. Вот по статистике 98 из 100 женщин сегодня рожают здоровых детей, женщин с ВИЧ-инфекцией. Те 2 женщины или 2%, которые остаются, это, как правило, те, кто вовремя не стал на учёт в женской консультации, вовремя не сделал тест на ВИЧ, вовремя не начал приём профилактических препаратов и так далее не следовал рекомендациям врачей. Или, например, продолжала кормить ребёнка грудью, когда врачи настаивали не делать это, потому что грудное молоко тоже в большой концентрации вирус содержит. Вот. Таким образом, ВИЧ-инфекция сегодня может быть контролируема благодаря имеющемуся лечению, специальному противовирусному лечению. Это большое достижение. У нас нет сегодня вакцины, которая предупредила, но есть препараты, которые могут ввести вирус как бы в спящее состояние. И он будет в организме, но он не будет размножаться. Если он не будет размножаться, он не будет наносить вред. И человек, принимая терапию, принимая препараты специальные каждый день, а это как при любом другом хроническом заболевании. Тот же сахарный диабет, если требуется использование инсулина или гипертоническая болезнь, когда нужно таблетки, понижающие давление, принимать каждый день. Да. И человек может полноценно жить, работать, создавать семью, рожать здоровых детей, платить налоги, не быть иждивенцем, да, получать образование и так далее, и так далее. И вот по поводу всей вот этой раздутой истории со СПИДом, да, вот что такое вообще СПИД с точки зрения вот сегодня? Это одна из стадий ВИЧ-инфекции. Есть вирус, он попал в организм человека, человек становится ВИЧ-инфицированным, и у него развивается болезнь, которая называется ВИЧ-инфекция. И вот если эту болезнь не лечить своевременно, не проходить диспансерное обследование у врачей, да, не делать ряд анализов, не контролировать состояние своего здоровья, то со временем ВИЧ-инфекция может перейти вот в стадию синдрома приобретённого иммунодефицита. То есть тогда, когда сам иммунодефицит разовьётся, он развивается не сразу, у разных людей по-разному. От трёх до пяти и десяти лет человек может жить и не подозревать, что у него ВИЧ-инфекция есть. А, в общем-то, почему так происходит? Потому что люди попадают в какие-то незащищённые ситуации, да, с точки зрения полового путепередачи, это случайные половые контакты, половые контакты с партнёром, который не был обследован на ВИЧ, и при этом не используется презерватив, например. Например, да, это когда человек употребляет наркотики инъекционные. Ну, это вот чаще всего эти причины. Иногда бывают казуистические ситуации, когда пирсинг или маникюр делал где-то кустарным образом, да, не в проверенном надёжном салоне, а вот где-то там в компании с друзьями или ещё, да, когда одним инструментом нескольким людям. Большой процент вот именно вот этот вот, скажем так, бытовой, можем мы его назвать бытовым, да, когда пирсинг, например, причиной является? Не бытовой путь, да, потому что каждый день мы такими манипуляциями не производим. Нет, неправильно так говорить. Но основной путь сегодня, и вот, наверное, наши зрители, которые смотрят нас, для них основной путь может создавать, это половой путь передачи ВИЧ. Я знаю истории, когда, знаете, вот пара встречалась, да, они были верны друг другу, но когда у девушки наступала беременность, она обследовалась и выявлялась ВИЧ-инфекция. Потом обследовали её супруга, ВИЧ-инфекция. Потому что до встречи у них были другие отношения, ну, точнее, у неё не было, а вот у него были отношения романтические, да, были половые незащищённые контакты. И вот так получилось, он не хотел это, он не жаловался, он просто не знал о том, что вот есть такой риск. И он заразился. И, понимаете, вот большинство истории, оно вот у людей связано не с тем, что вот когда наркотики употребляют, да, это отдельная история, а вот с тем, что вот, ну, вот было вот так случилось в моей жизни. Да, и поэтому очень важно сегодня говорить о том, что есть три замечательных способа защитить себя от ВИЧ, от передачи ВИЧ половым путём. Это первое, ну, в отношении полуопути, это воздержание. Воздержание от случайных половых контактов, да, соответственно, и нет риска заразиться. Второе – это верность своему партнёру. Но верность должна быть обоюдная. И нужно понимать, что оба партнёра действительно верны друг другу, действительно прошли тест на ВИЧ, и только тогда можно говорить о том, что верность – это хороший способ защиты. Если так в проценты перевести, я бы дал этому способу 50%. Ну, потому что на 50% человек может быть верен, и настолько же он может быть не верен, да, в отношениях интимных. И третий способ защиты – это использование презерватива. Собственно, к сожалению, в нашем обществе, а я не побоюсь его назвать ханжинским несколько, не с точки зрения того, что мы не придерживаемся каких-то там исконно русских ценностей, а с точки зрения того, что мы не всегда называем проблему своими именами, своими словами, и пытаемся как-то вот опускать какие-то вещи, да, считаем, что вот если мы говорим… Смягчить, обтекаемое настое. Да, о сексе говорить нельзя, а презервативы – это нам какие-то там советы кто-то неправильные даёт. Реальность жизни, она такова же сегодня, что люди любят друг друга, люди любят друг друга, они всегда в браке, люди не всегда любят друг друга, верны друг другу, не просто потому, что они даже не верны, потому что они не знали, а до этого могли у них быть другие отношения. Поэтому презерватив – это хорошее средство защиты. И, собственно, это касательно полового путепередачи. Три способа защиты – воздержание, верность и презерватив. Вы рассказали вот буквально недавно историю, да, на примере пары, которые были верны друг другу, но до этого у обоих была какая-то жизненная история. В этом случае получается, что можно было бы избежать проблем, если бы каждый из них мог каким-то образом пройти какой-то тест и как-то проверить себя. Есть ли тестирование? Да, в идеале, конечно, от чего бы хотелось бы, чтобы наши зрители и наше население понимало, что перед ВИЧ все уязвимы. И прежде чем вступать в какие-то интимные отношения, стоит вместе с партнёром пойти обследоваться на ВИЧ. Не только себя обследовать, но и его. И не просто сказать «иди, обследуйся», а взять за руку его и пойти вместе. Ведь это и есть проявление заботы друг о друге. Не потому, что я тебя в чём-то подозреваю, а потому, что я хочу, чтобы и у тебя было всё в порядке со здоровьем, и у меня. Мне кажется, вот это и есть ценность. Это по-честному. Это по-честному, да. Сделать тест. Сегодня тестирование в нашей стране на ВИЧ бесплатное, доступно. Его можно сделать в поликлинике по месту жительства. Можно обратиться к терапевту, либо в процедурный кабинет, либо к врачу-инфекционисту. Но надо просто в каждой медицинской организации свой, может быть, немножко порядок. Но и законодательная база сегодня, и, собственно, финансирование в нашем регионе позволяет говорить о том, что сегодня бесплатная тестировка на ВИЧ доступна. Если даже есть какая-то проблема в поликлинике по месту жительства, человек, например, не хочет идти и сдавать. Для многих препятствия сдать тест на ВИЧ. Человек вообще стесняется. Зачастую деликатные какие-то проблемы, а вот ВИЧ осталась деликатной проблемой. В Ростове есть областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом Станиславского, 91. Медицинская организация государственная, которая бесплатно, а при желании и анонимно, можно сделать тест на ВИЧ. Прийти туда, ну, может быть, не очень удобный график для всех жителей нашего региона, потому что кровь там забирают с 9 до 12 в будние дни. Кому-то надо с работы отпроситься, доехать еще, успеть. Но, тем не менее, это тоже возможность сдать тест на ВИЧ. Кроме того, мне хочется рассказать о том, что существует сегодня экспресс-тесты на ВИЧ. Экспресс-тест на ВИЧ позволяет узнать свой ВИЧ-штатус в течение 20 минут. То есть, если в поликлинике или в центре СПИДа мы сдаем кровь из вены и результат там в течение нескольких дней, везде по-разному может сообщаться, то здесь 20 минут. Это ориентировочный тест, он не является диагностическим, но он достаточно надежный. Его производители говорят о том, что 99,9 его надежность. И, в общем-то, эти тесты в официальной медицине используются. Как можно сделать такой тест, как он проводится? Кровь же мы, допустим, не можем сами из вены делать. Есть экспресс-тесты по крови, а есть экспресс-тесты по слюне, букальные тесты, да. Собственно, их можно приобрести в аптеке или в интернете, но надо сказать, что в Ростовской области в аптеках мы их действительно не встречаем, потому что нет спроса на них, и аптеки их не закупают. Но вот в Москве, например, там можно и в аптеках города, может быть, не в каждой аптеке, но можно купить. Можно найти в интернете, заказать этот тест и... В аптеке получить, потом купить, да? Ну, в аптеке, да, или где там пункт выдачи, в зависимости от того, кто там в интернете продает их, да, организация какая. И, в общем-то, можно купить его, он стоит порядка 400 рублей. Ну, дешево, не дешево, но вот если как бы человек переживает и не может по какой-то причине дойти до медицинской организации, но это тоже выход из ситуации. Можно заказать. И, кстати, я хочу сказать, что мы вот в Ростове с городским управлением здравоохранения сегодня планируем за бюджетные деньги города Ростова организовать работу мобильного пункта экспресс-тестирования на ВИЧ «Проверь себя». Это будет автомобиль, который будет в течение практически всего года, где-то, наверное, в мае мы начнем эту работу, если все будет удачно, и до конца года этот автомобиль еженедельно в разных точках Ростова будет работать, будет на сайте остановивич.рф, это ростовский городской портал по профилактике ВИЧ-инфекции, график висеть в местах работы этого автомобиля, и можно прийти, если вы стесняли, это анонимно, не надо никаких документов предоставлять, прийти и сделать экспресс-тест на ВИЧ, и самое главное, получить консультацию специалиста, который будет в этом автомобиле работать. Сразу же, прошу прощения, результат скажут вам, да? В 20 минут результат будет готов. Это будет результат вот по слюне, тест, прошу прощения, по слюне вот так же, или по крови? Мы пока не знаем, что закупим, но в любом случае 20 минут хоть по крови, хоть по слюне. Очень быстро. Да, это быстро, и это безопасно. Иногда люди боятся, мы в 2016 году в городе запустили горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, ее номер 279-43-11, можно, 11-43, прошу прощения, да, 279-11-43, можно звонить, и, соответственно, несмотря на то, что мы ее для ростовчан сделали, нам звонят из области, и мы отвечаем на все эти звонки, нам звонят из других городов, даже России, мы помогаем, людей консультируем, и иногда люди, пару звонков было, люди звонят, говорят, я боюсь пойти сдать тест на ВИЧ, не потому, что вы там кто-то узнает, или на меня как-то там посмотрят, или в чем-то меня будет, а потому, что я боюсь, чтобы меня заразить, мы хоть в этот момент, но это неправда. Все инструменты в медицинских организациях стерильные, одноразовые, иглы, сейчас даже шприцы в лабораториях не везде используют, а есть такой прибор, вакутейнер, это игла к пробирке, которая один раз может только использоваться, да, то есть подключается, и все это абсолютно безопасно. Заразиться во время взятия крови на анализ нельзя. Роман Владимирович, вот такой момент опять же проговорим, симптомов ярко выраженных нет, человек может три, от трех до пяти лет, да вы говорили, может являться носителем ВИЧ и не знать об этом. И что самое опасное, еще и заражать других. И заражать других. Да. То есть по сути, единственный способ узнать, что проблема у тебя есть, это сделать тест. Да. Как обычно, допустим, если человек тест этот не делает, когда, в какой момент, в конце концов, в большинстве случаев выплывает вот этот вот момент? В отношении женщин и девушек это беременность. Потому что беременным женщинам обязательно рекомендуют сделать тест на ВИЧ дважды при постановке на учет женской консультации и на сроке около 30 недель. И сейчас, с 2016 года, начали обследовать еще и партнеров. Женщин, половых партнеров, беременных женщин на ВИЧ. Чаще всего это вот этот перевод. То есть получается, мужчина, он может никогда об этом не узнать? Долгие годы. Симптомов нет. Тут надо немножко другую вещь понимать. Если у вас в жизни хотя бы раз был опыт незащищенных половых контактов или опыт употребления внутривенных наркотиков, значит, вы в зоне риска. Значит, вам нужно пойти и сделать тест на ВИЧ. Причем, неважно, как давно это было, хоть 10 лет назад, хоть месяц назад. Если был такой опыт, я повторюсь, незащищенный половой контакт или употребление инъекционных наркотиков, нужно пойти и сделать тест на ВИЧ. И неважно, с каким партнером, с одним, с двумя, был незащищенный половой контакт. Это риск. Значит, ну, а, собственно, если посмотреть на окружающий мир, вот я не встречал в своей жизни людей, у которых не было незащищенных половых контактов. Ну, либо если эти люди вообще не имели только половых контактов никогда в жизни. Поэтому каждый из нас должен, наверное, пойти и сделать тест на ВИЧ. Как часто делать, ну, вот повторюсь, если были рискованные ситуации, нужно обследование проходить через месяц после рискованной ситуации в идеале и через 6 месяцев. Дело в том, что тест определяет не наличие вируса в крови, а определенные белки, которые ему на системе вырабатывают, так называемые антитела. И вот эти белки у разных людей появляются у кого-то через месяц, а у кого-то могут и через 6 появиться. Поэтому существует такое правило обследоваться после рискованной ситуации через месяц и 6 месяцев. Чем, конечно, раньше будет установлено, выявлено ВИЧ-статус, какой у человека, ну, если он положительный, тем будет раньше начато оказание медицинской помощи необходимой. Ну, а если человек здоров, то здоров. Но это не значит, что очень важно, чтобы тестирование сопровождалось, и это в законе прописано федеральном, и во всех нормативно-правых актах Минздрава и Роспотребнадзора до и после тестовым консультированием. К сожалению, мы видим, что наши коллеги-медики не всегда это делают, не всегда проводят качественно, где-то урезно, где-то вообще не проводят. Но это очень важная вещь, индивидуальная консультация. Иногда во время этой консультации человек впервые вообще задумывается о том, что для него такое ВИЧ-инфекция. Ну, никогда он не думал. Вот девушка, да, стала на учёт по причине беременности, но никогда она не думала. Ну, знала, что есть ВИЧ-инфекция, ну, про себя, у меня всё в порядке. Как мне иногда на одной из лекций со школьниками мы смотрели видеоинтервью уже девушки с ВИЧ-инфекцией, которая с открытым лицом о себе говорит, о своей проблеме. И один из мальчиков встал и говорит, я вот что-то одного не понял, да, а она же не выглядит как ВИЧ-инфицированная. Да, то есть, а ВИЧ-инфекция не проявляется каким-то... Это обычные люди, которые... Среди нас их много, и мы просто не знаем. Они могут с нами работать, учиться, и мы не знаем этого, и мы не рискуем, когда мы просто с ними в бытовом контакте общаемся, да, никак. И они для нас никакой угрозы не представляют. Это очень важно это понимать. И поэтому, если были рискованные ситуации, повторюсь, да, нужно пойти и сделать тест на ВИЧ. Это первое, что нужно сделать. Вовремя выявлена ВИЧ-инфекция, не только вовремя начатое лечение, но это и возможность предотвратить передачу ВИЧ другим людям. Роман Валентинович, вы сказали в самом начале программы, что это хроническое заболевание, то есть заболевание, которое появляется, его невозможно вылечить, его можно только контролировать и как-то с ним, да, вот жить, и человек, чтобы его моделировал. В чём заключается лечение? Вот первый вопрос. И второй, наверное, даже он будет первым, да, сделал человек либо экспресс-тест, либо прошёл тестирование в поликлинике, получил результат положительный, дальнейшие действия какие-то? Да. Давайте сначала про тест, да, и потом про лечение. Значит, сделал экспресс-тест, если он пошёл положительный, нужно обязательно обратиться в медорганизацию для того, чтобы уже сделать... Какому специалисту? Опять же, терапевт-инфекционист, как это заведено? Либо можно напрямую в Центр СПИД отправиться, да? Есть у нас ещё окружной Центр СПИДа, в Ростове находится, Южного округа, газетный 119, там тоже можно бесплатно и при желании анонимно сделать яснович. Либо в областной Центр профилактики борьбы со СПИДом Станиславского, 91, либо в свою поликлинику по месту жительства, к терапевту, к терапевту, к инфекционисту. Ну, надо уточнить, надо прийти и спросить Далее только тот лабораторный тест, он будет окончательным с точки зрения наличия антител. Если он подтвердится, человека направят в Центр СПИД уже. Это специализированная медицинская организация, которая занимается осуществлением медицинской помощи людям, живущим с ВИЧ. Там выполнят дополнительные обследования ещё, подтверждающие или опровергающие первый вид обследования. И будет назначена уже консультация врача-инфекциониста. И диагноз ВИЧ-инфекция ставится только на основании лабораторных, эпидемиологических и клинических данных вместе. То есть сделать один тест, и если он пошёл положительно, это не значит, что у человека ВИЧ-инфекция. Нужно дойти до Центра СПИД, до ВРОСТов, и там только окончательно либо подтвердят, либо опровергнут. Далее, в этом центре что дальше? Нужно встать на диспансерное наблюдение или диспансерный учёт к врачу-инфекционисту и регулярно посещать его. Для того, чтобы следить за анализами крови, у человека смотрят иммунный статус, и, кроме того, наличие других каких-либо инфекционных заболеваний, которые на фоне ослабления иммунитета могут проявляться, принимают решение, когда человеку нужно назначить вот эту противовирусную терапию. Препараты выдают бесплатно, их закупает государство у нас в стране, да, за счёт бюджета. И, в общем-то, человек сегодня может получать это лечение бесплатно, но для этого нужно регулярно посещать Центр СПИДа. Вот, собственно, и всё. Заботиться о своём здоровье, не допускать инфицирования других людей. И это не значит, что человек с ВИЧ должен закрыться, что он не может жить в семье, у него не может быть даже неинфицированного полового партнёра. Нет. Сегодня есть дискордантные пары, так называемые пары, в которых один партнёр ВИЧ-инфицирован, другой не ВИЧ-инфицирован. Эти пары рожают здоровых детей. Это всё здорово. Сегодня медицина помогает людям в этом плане. И это всё доступно и есть. Другое дело, что мы сталкиваемся с тем, что люди не всегда хотят лечиться, иногда не верят в свой диагноз, не хотят. В силу каких-то организационных моментов тяжело в Ростов приехать вовремя, получить лекарства, сдать кровь на анализ и так далее. Но не хотят использовать презерватив, например, и так далее. И вот это всё приводит к плачевным ситуациям. Конечно, лучше не болеть. Понятно. Но сегодня ВИЧ-инфекция это не приговор. И сегодня просто надо, если так случилось в жизни человека, то нужно следовать всем рекомендациям врачей. Роман Альтольевич, спасибо. Вы в беседе упомянули, что показывали какой-то фильм знакомительный школьникам, какая-то профилактика ведётся у нас в Ростовской области по поводу ВИЧ. города на массовых мероприятиях. Там, где есть люди, мы проводим различные викторины. Но мы такой подход для себя выбрали. Знаете, нескучная профилактика. Обучение через развлечение. Но людям как-то говорить о ВИЧ не всегда интересно. Мы используем какие-то формы игровые, чтобы об этом поговорить. Например, мы проводили тематический велоквест летом прошлого года, когда участники приехали посоревноваться в различных творческих и интеллектуальных состязаниях, которые тематически были посвящены ВИЧ. И плюс они ещё ехали на велосипедах по маршруту. Каждую станцию достигали, выполняли задание, какое-то ехали дальше и соревновались за первое место, за победу. Ну вот этот подход он себе зарекомендовал. У нас есть и различные тренинговые программы для подростков, для молодёжи и для их родителей. Например, программа 15, которую мы запускаем в этом году, это 15 тренинговых занятий, куда можно, собственно, попасть любому родителю и его ребёнку, и не только по теме ВИЧ-инфекция, получить знания и навыки сохранения своего здоровья, но и связанные с другими вопросами родительско-детских отношений. Спасибо, доктор. Большое спасибо, что пришли к нам сегодня в гости, за то, что, возможно, помогли нашим телезрителям понять и свыкнуться с мыслью такой, важной, наверное, для нынешнего общества, то, что ВИЧ – это не приговор, это хроническое заболевание, с которым можно жить, можно жить долго, счастливо, и которое можно контролировать. Большое спасибо. Спасибо и вам. Всего доброго. Дорогие телезрители, смотрите нас каждый понедельник в 19.30. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова